Тяжелой ошибкой является попытка построить дом, сэкономив на профессионализме строителей. Сейчас начнем, а потом разберемся. Но самое обидное, что за уплаченные деньги не сделали и трехчетверти связанных с крышей работы. Есть ли альтернатива? Да, есть. Здравствуйте, меня зовут Андрей Бобренков. Я почти 30 лет руковожу строительной компанией БАКО. Позади меня очередной готовый к проживанию дом по проекту «Усадьба». И мы продолжаем цикл из коротких видео на тему «5 ошибок при строительстве дома». Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что важно сделать совместно с устройством кровли, чтобы не потерять деньги на переделках и повторном выполнении уже выполненных работ. Почему срывает систему снегозадержания с крыш? Как обеспечивается качество строительства частного дома в Германии? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нам в мессенджерах, чтобы не пропустить новые полезные видео. Самой дорогой составляющей успеха любого строительного проекта являются вложенные в него опыт, знания и компетенции. Тяжелой ошибкой является попытка построить дом, сэкономив на профессионализме строителей. Именно при таком подходе владелец пытается разделить процесс на части и сделать все работы только с рабочими исполнителями, без специалистов-строителей. Недооценка предстоящих задач, дел и забот, а также переоценка собственных знаний и компетенций И связанное с этим принятие важнейших управленческих, инженерных и финансовых решений на основании сомнительных источников информации и бесплатных ресурсов это и есть четвертое, очень горькая ошибка распространенной в строительстве. Наиболее ярким примером такого подхода является строительная концепция. Сейчас начнем, а потом разберемся. И далее начинается процесс. Пока дают персональные скидки, купим стеновой материал. Переплачивать никому не нужно, но придется потратить много своего времени на принятие конструктивных решений, от которых зависит расчет закупки. Материал куплен и лежит от 3 до 6 месяцев на конец. Нашли каменщиков и возвели стены. Несколько поддонов одного материала осталось, а 3-4 позиции пришлось внезапно покупать. И это обесценило все выгоды, полученные от скидок. И это если нет ошибок в расчете. Стены стоят, но они мокнут. Нужно срочно закрыть их крыши. Проемы коробки заливает дождем, в них задувает снег. Оперативно оплачиваются и устанавливаются окна и входная дверь. Такой подход приводит к тому, что при монтаже фундамента и стен никто не задумывался о конструкции фасадной отделки. И созданные при возведении стен проблемы затем усугубили формальные установки окон и входной двери. Такие окна придется переставлять или дополнительно платить за устройство внешних откосов. Кроме того, при спешном выборе подрядчика для устройства кровли при отчаянном торге все равно значительно переплатили. Но самое обидное, что за уплаченные деньги не сделали и трехчетверти связанных с крышей работы, не придавая на тот момент значения их важности и приоритетности. Не установили декоративные лобовые доски, не подшили карнизы и свесы, не установили кронштейны и желобоводосточные системы, свес под кровельной гидроизоляцией без капельников, не сделаны проходы в кровле для фанового и канализационного стояка, а также для каналов естественной вентиляции и для задуманного в мечтах камина. Люк-выход на крышу не сделали, и теперь для ее обслуживания нужно подниматься по 9-метровой приставной лестнице. На последнем этапе работ бригадир напомнил о важности монтажа снегозадержания над главным входом, и мы сделали снегозадержание с рабочими, приплатив в три раза. Но, так как решение об установке системы принималось уже после монтажа основного покрытия, то кровельщики не стали снимать черепицу, а просто поставили снегозадерживатели на существующую кровлю без усиления обрешетки. Но об этом станет известно только в снежную зиму, когда сорвет часть покрытия вместе со снегозадержанием и обрешеткой. И предъявить претензии будет невозможно, так как работы выполнялись без юридического оформления. И это проблемы только с крышей. С фасадом проблем не меньше. Но это малая часть проблем в сравнении с теми, которые предстоит разрешить между работающими электриками, сантехниками, штукатурами, плиточниками, малярами, специалистами по отоплению, вентиляции, кондиционированию и другими специалистами на стадии перехода от коробки к жилому дому. Сколько при этом будет испорчено дорогих материалов? Можно ли взыскать стоимость испорченного? Так что же делать? Как строить правильно? Друзья, если вы планируете строительство своего дома и хотите, чтобы проблемы, которые я описал, обошли вас стороной, то я рекомендую вам скрупулезно и требовательно подойти к выбору специалиста-строителя или компании, которые будут сопровождать вас от мечты до готового дома. Для этого у вас должны быть понятные и обоснованные критерии отбора. Мы разработали специальный чек-лист, который поможет вам сделать грамотный и взвешенный выбор. Чтобы получить его, просто перейдите по ссылке в описании к этому видео, заполните форму, и мы пришлем вам в подарок чек-лист для оценки подрядчика. Берите, пользуйтесь, и никто не сможет обвести вас вокруг пальца с заманчивыми предложениями, за которыми скрывается целый айсберг непредвиденных расходов. Есть два общепризненных подхода к строительству индивидуального дома. Первый вариант. Перед получением разрешения на строительство вы нанимаете профессионального инженера-строителя, который проходит с вами от самого начала до приемки готового дома в эксплуатацию. В большинстве европейских стран такая работа сертифицируется. Как, например, работа врача или юриста. Что должен сделать этот специалист? Первое. Нести перед собственником юридическую ответственность за конечный результат. Дом, готовый к проживанию. Второе. Участвовать в семейном обсуждении проекта дома. Третье. Заказать исследование грунта и получить технические условия на подключение к местной инфраструктуре. Четвертое. Подготовить необходимые документы и получить разрешение на строительство. Пятое. Заказать рабочий проект фундамента и работ по подключению зданий к источнику воды, фекальной, технической и ливневой канализации. Проект заземления. Подключение к электрическим и слаботочным сетям. Проект газификации. Шестое. Организовать конкурс подрядчиков на работы нулевого цикла, чтобы собственник принял решение о выборе исполнителя. Седьмое. Обладая знаниями и необходимыми компетенциями от имени собственника, он принимает работы, выполненные подрядчиками. Восьмое. Находит исполнителей рабочей документации для всех разделов проектирования, обсуждаемых собственником. Девятое. На основании подготовленных рабочих проектов проводят конкурсы подрядчиков, и собственник принимает решение о выборе исполнителей на каждый из разделов работ. Десятое. Консультирует собственников в выборе материалов и комплектующих будущего здания. Отвечает своим портфолио и отзывами в социальных сетях за данные рекомендации и советы. Одиннадцатое. Специалист готовит календарный план финансирования и выполнения работ на объекте. Утверждает его с собственником и с подрядчиками. Организует работу разных подрядчиков на объекте. Принимает у подрядчиков скрытые работы, выполненные этапы. Контролирует поступающие на объект материалы. Тринадцатое. Проводит совместно с подрядчиком пусконаладочные работы и испытания системы конструкции. Проверяет и принимает схемы, инструкции и документы, необходимые для эксплуатации здания. Четырнадцатое. Проходит процедуру государственной приемки с законченного строительства. Стоимость услуг такого специалиста, например, в Германии определяется в процентах от стоимости строительства и составляет более 20%. То есть большинство собственников дома заплатят такому специалисту от 50 до 150 тысяч евро. Есть ли альтернатива? Да, есть. Это комплексное строительство с одним подрядчиком. Интересно познакомиться с немецким опытом комплексного подхода. Рядом с каждым большим городом и недалее 200 километров друг от друга по всей Германии расположены выставки домов-образцов. От разных строительных компаний, предлагающих полный цикл работ по строительству дома под ключ. От юридических лиц, несущих ответственность за результаты и готовность дома к проживанию. Такой подход к строительству позволяет собственнику получить всесторонне продуманный и качественно построенный жилой дом. Итак, сегодня я рассказал вам об опасности, недооценке масштаба предстоящих задач, дел и забот при строительстве готового к проживанию дома. О переоценке собственных знаний и компетенций. О принятии важнейших управленческих, инженерных и финансовых решений на основании сомнительных источников информации и бесплатных ресурсов. Друзья, заключайте договора на строительство готового к проживанию дома только с проверенными организациями и доверяйте эту стройку только профессиональным инженерам-строителям. Их в России немало, а современные социальные сети позволяют вам найти их и сделать правильный выбор. Не повторяйте ошибок застройщиков, переоценивших свои знания и опыт. Вокруг нас так много памятников необоснованной уверенности в себе. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам в мессенджерах, чтобы не пропустить видео о новых домах, построенных компанией Бако. Ссылка на подписку в мессенджерах в описании. С вами был Андрей Бобренков. До встречи на канале.